Я в курсе, что многие из вас как бы ждут СМР, и я как бы его когда-нибудь сделаю, обязательно. Но вот сегодня мне приспичило снова похавать с вами на камеру. В общем, если вам нравится смотреть, как я хаваю на камеру, или просто как кто-то хавает на камеру, я в том числе, то оставайтесь со мной. Если нет, то не портите мне и себе день, мне в плане того, что вы будете писать какие-то негативные тайминты, это что, типа, ты такую дурость снимаешь, в самом деле это как бы не портит, но немножко оттягивает момент того, чего, допустим, другие ждут. Типа, не снимай такую дурость, запиши СМР. У меня тут, наконец-то, я его сделала, супчик, да, кстати, я пыталась поставить этот фотик, точнее, эту камеру, другой фотик свой, Соньку, на штатив, который, наконец-то, нашла, вспомнила, куда его засунула, где он, в принципе, изначально и был, но теперь он там не должен быть. Да, кстати, фоном, конечно, кажется, что у меня всё ещё тот же бардак, но на самом деле всё, что наверху полочки, это то, что должно у меня уйти в отвары для ополаскивания шевелюры, либо для принимания ванны. Ну и, в общем, я нашла оптимальный вариант для тех, кто любит, когда физиономия в монитор и продукт, ну, прям практически близко у камеры. И сегодня, наверное, запишу эти пустые баночки, ибо состояние у меня такое, состояние не стояние, делать я вообще ничего не хочу, организм тупо хочет отдохнуть, но я вроде особо ничем таким не утруждала его, и совсем ничего не делать я уже отвыкла от такого. Ну и, короче говоря, я тут настроила штативчик с камерой для близкосъёмки, поэкспериментировала, видно ли меня, если эта камера на этом штативчике. Может быть, надо было бы ту камеру вот на этот присобачить, но как-то у меня что-то уже руки не дошли, боюсь, что супчик остановит. В общем, у меня наконец-то сбылась мечта идиотом. Я сварила себе щи с щавелем, тут у нас мясной бульон, не очень уверена, свинья там была или коровятина, или всё вместе. Потом, ну да, я не помню, что я варила, свиной бульон, наверное, скорее всего, там местами попадается мясо кусочками. Потом морковка, кайтошка, лучок там был, целая головка лука, соль, соответственно, но лучок я потом выловила, может, кусочек где-то плавает. Вот, щавелек с садом, и ещё сметанка покупная, и половинка яичка. Я специально, кстати, яичко у нас это куриное, с деревней у меня единственное. Остаток был и роскоши долго лежал на дверцах холодильника, но не настолько долго, чтобы оно испортилось, но довольно долго. И булочка, которую я вчера купила, вообще там было шесть таких булочек, я вчера так захотела этого хлеба в Дикси. А я, наверное, не обозревала то, что я купила вчера в Дикси, как-то было не до... не до того. И вот тут, в общем, булочка мягонькая, такая булочка, три кусочка. Чая, конечно, нема. Ну, в смысле, он, конечно, есть, но что-то я как-то про чай не подумала, мне захотелось поесть супу. А так он у меня аппетитно выглядел, что я решила, что не поесть ли мне его на камеру. Чтобы было, если что, когда долго-долго не будет еды на камеру, и мне будут писать, когда же ты, Лёля, поешь на камеру? Вот как обычно с СМРом делают или еще с чем-то. Это, если что, кот берет ковер. И, значит, у меня была отсылка, вот смотрите, там аж почти каждый день или типа того видосы были. Аж три видео в мае было. Чтобы была отсылка для тех, кто жаждет хавчика на камеру. Как-то так. Начнем пожалуй. Приятного аппетита вам и мне. Для тех, кто это будет смотреть ночью, пожалуйста, заприте холодильник на замок. Я тут немножко расширяю мониторчик, ну, в смысле этого, программу этой камеры, чтобы мне было... Меня саму ближе видно, не знаю вообще зачем, но у меня так удобнее. Ну, и я к тому, что вот, если вы не хотите потолстеть или вы там блюдете какую-то офигенную диету или фигуру, и ночью вдруг у вас появилось время посмотреть меня, заприте холодильник на замок. Или попросите родственников не пускать вас к холодильнику. Ну, если вы живете один-однам, ну, шоу. Если у вас нет силы воли, а я так аппетитно хаваю, няшненько пушу. А то мне нам тут сказал чапкаю. Чапкают котики и собачки. Ну, и может еще кто-то. Короче говоря, блюдите силы воли. Ну, а если вы не паритесь насчет того, что у вас там появится лишний килограмм или типа того, то можете обустошить свой холодильник этой ночью. И следующий, и последующий тоже. Я тут в последнее время, когда готовлю пищу, на время совершенно не заглядываю. И у меня были сомнения, что у меня морковка там или картошка еще не сварились, но таки. Морковка довольно мягкая. Кстати, морковка, пережившая зиму, из нашего сада в апреле выдернутая. А картошка от моей троюродной бабушки. Последний из рода кисерева-смирновых. Раньше мне очень нравилось делать суп. Картошка, бульон этот картофельный, значит, ну, варите на воде. Картошку потом кидайте туда, этот самый щавель. И можно сметанки или яичко половинку вареное, куриное. Все. Практически этот веганский суп. Ну, если без яичка. И без сметанки. Очень нравилось летом делать, когда у меня бабуся была, допустим, в деревне. А я была в городе. Я все еще хочу попробовать чьи, ну, допустим, щавелем. И туда еще эту крапиву молодую добавлять. Но как-то у меня пока с ней не складывается. Не подумала, а что-то у меня, может, было ножик или вилку взять, чтобы эту половинку яйца раздолбать. Хотя, может, ложкой ее можно. Очень вкусный, кстати, мягонький хлебушек. Не помню название. Вчера сделанный, судя по печати. Ну, и потому что он все еще мягкий. Назывался он что-то там заварной. Я раньше не очень любила заварной хлеб. А тут, видимо, организм требует именно его. Походу, дело мне только что попался этот кусок лука. Жуть. Надо его срочно доесть. Тот самый, который выпал из серединки, не вывалил, не выловился белого лука. Придется мне потом прибегать к волшебным бифидобактериям, бифидумбактерий, капсулы. Ибо будет мой желудок, иначе откидывать коньки. Зеленый лук-то он как-то снова стал более-менее воспринимать в малых количествах, а вот этот как-то не очень. Кстати, есть из вас любители питаться супом, допустим, если он вкусный, он вам нравится. Даже, ну, допустим, у вас ничего не готово, кроме супа. Или готово, но хочется именно супа. Три раза в день. На завтрак, обедный ужин. На такое бывает. Самое интересное, я этот видос, ну, подобное видосы не пересматриваю, чтобы глянуть. Один раз как-то пересмотрела. Видно ли, как я там это подношу, вообще как-то выглядит, когда я ем на камеру. Видимо, мне хотелось хлебушка, надо было брать два. Я там думала, что я максимум половинку съем кусочка, но никак не целый будет. А еще хоть я и солила тарелку, перед тем, как поесть на кухне еще. Что-то, видимо, надо было побольше посолить, хочется чего-то такого посоленее. Я тут как-то купила сыр косичкой, бывает такой просто соленый сыр косичкой, а тут, ну, дико соленый сыр косичкой. Даже моя подружка, которая очень любит соленые сыры с косичкой, затребовала после затеста этого сыра много воды, на запивашку. Вот иногда хочется что-то соленого, но тот сыр с косичкой, который очень соленый, у меня до сих пор в холодильнике, даже косовый не воспринимает. Хотя он очень любит подобный сыр. Субтитры сделал DimaTorzok У меня он тут стоит, на обороночках. Вчера у меня все-таки дошли руки сваять несколько восков для ногтей себе и кому-нибудь еще. Вот себе сделала, хотела в такой баночке. Сегодня уже заюзала. И пару дезиков восковых. И еще что-то хотела поделать. Но в результате от Секласси забыла. Вот она у меня выставилась. Как бы напоминалка. Но пока не заюзалась. Да, кстати, в той квартире очень часто что-нибудь ела в этой мисочке. Очень она мне нравится. В микроволновку ее, конечно, не поставить, потому что у нее тут золотая полосочка. Это из посудного, не знаю как, обеденного. Короче, из сервиза моего деда. Ему там на какой-то юбилей то ли родственники дарили, то ли на заводе. Где он работал главным металлургом. И кем-то еще. Я когда разбирала книжки, вот сейчас я без салфеточек, но с платочком, я тоже давала в библиотеку большинство и свое. Там, короче, была такая кушка, но не одна, а несколько так. Справочник металлиста. Ну, на теперешний год, даже 10 лет назад, 15 лет назад, 20, наверное, лет назад, восприниматься можно было воспринять не совсем так, как оно на самом деле. Ничего, у меня дедушка очень любил книжки. По легенде от моей бабуси, его, то бишь, жены, он, когда они стали в городе жить, он с каждой своей получи покупал книжку. А ей конфету. Ну, конфеты тогда, я так понимаю, вот такие какие-то большие конфеты были. При том, что они оба как бы деревенские дети. Ну и как-то, не знаю, может, это, конечно, в школах в свое время так преподавали, что считается, что крестьянские дети, они как-то к чтению и прочему не сильно лежали. Ну, вот бабушкина младшая сестра тоже очень любила читать книжки. И та и другая, кстати. Я к тому, что вот он деревенский, у них как бы были школы, да, вот они заканчивали школу, и та и другая. Ну, в смысле, все вот дедушка, и бабушка, и сестры ее. Ну, вот он любил читать книжки. Всякие разные, исторические, там я посмотрела, даже какая-то фантастика научная, даже какие-то такие книги. Я поняла, что, ну, нашла общее, вот, какое-нибудь аниме я смотрю, по стилю, там, смыслу, что-то такое. Похоже было вот на то, что он читал. Ну, все. Супчик закончился. Чай у меня не согретый, как я говорила. Я его чуть попузе, наверное, попью. У меня там несколько пирожных разных куплено. Ну, и всем спасибо за компанию, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok